Всем привет, чуваки! Меня зовут Майк, вы смотрите ежедневные влоги Камуазмайн. Сегодня среда двадцать пе... двадцать второе, наверное, двадцать второе число, да? Двадцать второе, двадцать второе. У-у-у! Двадцать первое. Двадцать первое? Сегодня двадцать первое. Я ошибся вчера во влоге в счетчике, что ли? Показалось! Друзья, уже на самом деле время обеда, кстати, хотел вам показать мое рабочее место все-таки. Вот так сейчас оно выглядит. Здесь идет какая-нибудь передача. Здесь я монтирую, то есть ее я так боковым зрением смотрю, слушаю, монтирую, что-то там, зарисовочки какие-то, микрофон, озвучиваю у него. Сейчас просто делаю проект с озвучкой, нужно там был мой голос. Па-па-па-па-па-па-па-па-па-па-па! Что хотел сказать? Забыл совсем! Друзья, сегодня приготовил вот такую штуку. Блин, у меня только инструкция от него осталась, я ее вырезал. Ну, короче, такая же смесь, как суп, только это не суп. Это, типа, это не горох, это вермишель. Она просто вот в таком виде, как бы в горошечном виде, вот. С грибами. И на самом деле сюда нужно еще залить сливки. Но сливок нету, наверное. Да нет, наверное, нету. И пармезан нужно сюда засыпать. Пармезана тоже нет, есть российский сыр. Что я сейчас буду делать? Вот, в общем, готовил на троих, но придется есть одному, потому что Алиска с Данилом, они поехали по делам, и они поедут обедать к бабушке, вот. А я остаюсь один. Попозже мне нужно еще будет к нотариусу сходить. Там кое-какие бумажонки, кое-какие деленки. Ну вот. Знаете, сколько сейчас градусов на улице? 13 или 14, я так боковым зрением там увидел. 13-14 градусов, на самом деле вы увидите, что я щурюсь, потому что солнышко, солнышко светит, солнышко есть, это здорово. И солнышко есть, и я пошел есть. Друзья, как я и говорил, по некоторым делам сегодня нужно было заехать к нотариусу. Алиска меня записала на 4.30. В 4.30 меня должны были уже позвать, сказать, Михаил, заходите. Но, во-первых, по своей натуре я не люблю опаздывать, и из-за этого всегда прихожу намного раньше. Я пришел за 20 минут до моего выхода, грубо говоря. То есть в 4.10 я был уже у кабинета, и не зашли еще передо мной клиенты. Зашли трое молодых людей. И пробыли там до 5 часов. А нотариус работает до 5 часов. Но из-за того, что Алиска меня все-таки записала, я заглянул, говорю, а как бы, ну, там, я все-таки записался там, ну, может быть, это. Да и мы вас примем, примем, говорит. Я говорю, ну, ладно, слава богу. Короче, оказалось, просто нотариус работает без секретаря, а это дико сложная работа. Ну, я сейчас неправильно, возможно, выразился. Не дико сложная, а дико время затратная, потому что нужно составить там этот договор. Там, ну, понятно, у нее шаблоны все есть, но все равно она там пока сделает, пока то, пока исправит. Короче, без ошибок не обошлось. Опять же, обычный секретарь быстро исправляет, но ей пришлось идти. Причем компьютер почему-то в другом месте у нее. Большой стол приемный в одном месте, и компьютер в другом. То есть она тебя оставляет, сама уходит. Ну, ладно, это не важно. Короче, сейчас я еду за Алиской, слушаю радио Маяк. Мы ехали в такую большую пробку, что проголодались, решили заехать, перекусить. У меня вот не ужинал. Я в машине поужинал. Потому что я взял, потому что я готовил на обед подогренный контейнер, и Алиса по дороге кушает. Да, и я, когда у меня почти что доедала, думаю, странно, мне даже ничего на меня не упало. Когда я об этом отдала, у меня не упало прямо на куртку. У меня всегда все падает. Это всего лишь паста. Жирная паста. Ну, всего лишь. Все отмыло, уже. Итак, перед вами выступает котейка. Котейка, выходи из-за кулис. Выходи. Ты что, не выходишь? О! Она боится сцены. Ты что, дурочки? Сейчас затяжек оставишь миллион. Алиса, гордина упадет, мне кажется. Да нет, не упадет. Не упадет тебе вообще капец. Она зацепилась, все? Или ты там плывешь? А, она так, наверное, лежит и спит. Ну, если часов, можно так спать. Ну, я им дотяну. Затяну. Ну, глази еще. Ну, где? Сумасшедшая котейка. Ты затупилась, мне кажется. Я прям вообще не знаю, что делать. Алиска решила разобрать все книжки, диски и всякое-всякое старе, барахло. Но, которое... Черчение. Да, которое содержит воспоминания детства. И всякие бумажечки. А это я же на диск, наверное, для которого вообще могут... Блин, 182. Да. Я сейчас смотрю некоторые диски и думаю, нифига себе, они у меня были. Я даже не помню правды. Вот, кстати, Plus 44. А, нет, вот этот, наверное, самый заезженный. Хотя, не знаю. Они оба заезженные. Даже жалко. Вот реально выкидывать жалко. Но оставь, у нас в тачке есть вообще-то сидит ченджер. Нет, все надо выкинуть. Мы так все оставим. Мы на все выкинули, абсолютно все. Ну, тогда выкидываем. Вообще, елка! Смотри, это не мой диск. Не знаю, что это такое. Надо дать на счет. Агусин? Нет. Смотрите, что Алиска нашла. Показывай. Вместо Линга-Левых сейчас. Подожди. Ага, 25-й кадр. Английский учить? Да. Вот так вот. Мы, кстати, втроем, или даже чуть ли не вчетвером, с папой. С Данилом, с папой учили реально на Мигу. Вот по этой фиге? Я не знаю, что я была с 5-й кадром. Конечно, вообще. Нет, там потом слова идут еще отдельно. Ну, понятно. Типа, сейчас так же, как на Линга-Леву. Ты учишь слово, потом ты его, типа, пишешь. Ну, что-то такое. Ну, понятно. А может, ты что-то крутой? Я еще один диск Грин Дэйн нашла. Псс. Лучейка. У тебя крутая реакция, я тебе скажу. Ты всю штору разорвешь. А где Нирвана? Ого, вот это был вообще удар сверху лютый. Нирвана! Вот тебе Нирвана. У меня Нирвана был диск, такой, знаешь, бокс большой, который... Да? Да. А какой альбом? Там их много было, там, типа, сборник был. Ааа. Вот, типа, первое, что я начала слушать, это было Нирвана, потом Грин Дэй я купила. Это правильный выбор, только вот Грин Дэй не надо было выбирать. Хо-ха-ха! Нирвана круче! Котейка! Ты что, первые два диска, ты что, раньше кассеты были? Блин, мы на газетах слушали Нирвану, я помню. Да. Данил, Данил меня познакомил, кстати, с Нирваной. Не верится, что Данил когда-то Нирвану слушал. Да! А, кстати, а где этот? Где Кобейн? На концерт не ходили. Олимпийский диск уже был. Данила узнал. Не знаю. Все, я работаю. Друзья, у нас для котей есть небольшой сюрприз. Сейчас я на зоне сюрприз. Держи. Это пульт управления от вот этой вот машинки Данила. Да. Сейчас мы забабахаем. Вон и котеечка идет. Как она будет реагировать? Кто ее знает? Мне кажется, она уже боится. Ты включила? Давай, давай, милукай. Нет, ей интересно. Прям не скользко. Но она не убегает. Я думала, она будет убегать. Я тоже думал, у нее паника будет вообще. Но ты прям ее только не дави сильно. О, о, о. Тут-то она... Да елка, елки-палки, ребята. Идите отсюда. Кто ж пешеходов давит? Жалко, там клаксона нет сейчас. Да. Вот, Бат. И давай газу. Давай. А спрячься от нее вон туда куда-нибудь... Вон тоже, это было просто прямо. За диван попробуй спрятаться. Бежит. Да, я попробую. Ну смотри, ей интересно. Ну конечно, интересно. На самом деле, она не боится. Она наоборот бегает за игрушкой за этой. Ей очень даже интересно. Смотрите. Только я скроюсь. Она уже... Она опять не успела. Ну вот на такой вот котеческой ноте мы заканчиваем сегодняшний влог. Увидимся с вами завтра. Целый день, целый день я сегодня слежу за этим волоском на Абик ТВ. Все никакого не смогу. А, даже я заметила. Да, сейчас я его сдуну. Сдулся? Сдулся? Да? Нет? Нет. Или да? Нет. Непонятно. Короче, ладно, друзья, увидимся с вами завтра. Подписывайтесь на канал, пишите свои комментарии. И не забывайте про хэштег вопрос Кэммозмен в Твиттер. Вопрос задавайте, на который мы ответим в субботу в 19.00. Да, в субботу по московскому времени на нашем канале будет трансляция. ПАКЕММЕР! ПАКЕММЕР!